Всем привет! Меня зовут Александр Борисович. Мы занимаемся ремонтами в городе Ставрополь и его окрестностях. И сегодня я хотел рассказать, как правильно, быстро, главное, красиво заформировать швы на гипсокартоне, а также внутренние и наружные углы. Вначале они пользовались вот такой серпянкой. Наверное, у нее плотность была где-то 160 грамм. Теперь это совсем очень тонкие ниточки, на чем вот так можно показать. Если с ней какие-то действия попытаться произвести, но вот так, наверное, порвать-то не поро. Но вот при небольшом каком-то усилии мы видим, что она расползается беспощадно. Тут никакого качества нет. И ждать от нее, что она выполнит какое-то армирование гипсокартона, вообще не приходится. Поэтому уже лет 12-15 мы уже ею не пользуемся. А кто еще ей пользуется, советую всем забыть про нее раз и навсегда. В настоящий же момент мы пользуемся бумагой для швов. Вот она у меня и здесь есть. У нее вот есть место перегиба. Вот если мы вот так рассматриваем и вот так разворачиваем, вот этим местом и нужно располагать ее по шву гипсокартона. В частности, мы будем пользоваться, не будем применять никакие там клей ПВА, не будем замачивать бумагу, ничего не будем с ней делать. А будем пользоваться вот зеленая крышка шипрок, это универсальная шпаклевка. И производитель считает, что этого вполне достаточно и только ею можно и обойтись. Ну а для наружных и внутренних углов мы будем использовать вот специальные металлические уголки на бумажной основе. Это тоже производитель шипок. Вот этот угол у нас наружный, а вот это у нас внутренний угол. Значит, вот я покажу поближе. Вот мы видим, что это, это вот наружный угол. Вот такой у него профиль. И вот он внутренний угол. Металла тут явно поменьше. На всех углах заметно, что тут хорошая прям такая перфорация. Перфорация необходима, чтобы выходили воздушные пузырьки. Ну и также какое-то количество самой шпаклевки будет через нее проходить. Сами уголки предусмотрены, что при их использовании нужно пользоваться хоппером. Ну, мы сюда хоппер не привозили, так как у нас здесь самих углов очень мало нужно сделать. Мы его привозим на те объекты, только на которых нам нужно поклеить не менее 50 метров, хотя бы нужно было поклеить этих углов. Сами углы высотой 3,05. Такой какой-то чудной размер. Ну, какой производитель производит, таким мы, собственно говоря, и пользуемся. Все-таки из длинного короткий в любом случае можно сделать. И теперь я хотел бы показать сам принцип. Начну с бумаги. Покажу, как вообще мы, в принципе, ею пользуемся. Как правильно ее использовать. Как ее правильно нанести, чтобы было все грамотно и красиво. Ну, собственно, и ответственно. Так, сам гипсокартон у нас это кнауфовский гипсокартон. 12,5. Обыкновенный, никакой не влагостойкий. Это вот кнауф лист ГКЛ плуг. Если мы сразу начнем шитрак и постараемся прилепить сюда бумажку, то как бы в этой глубине останется очень много самого материала, самой шпаклевки. Вот как бы мы тут не выдавливались, оно в глубине останется. Постепенно бумага в этом месте размокнет. Ее пока робит, она увеличится в размерах. И примет такой немного неприглядный вид. Да приблизительно вот такой и получится, как я ее помял. И все равно эта глубина как бы остается. И для последующей работы будут какие-то трудности. При следующем слое шитрака здесь опять получится глубина. Он быстро не высыхает. И нам приходится тогда очень долго ждать, пока это все произойдет. Но когда шво, вот как в этом случае вот у нас стена, здесь у нас всего лишь два шва. Ждать целые сутки, пока это все высохнет, ну вообще не целесообразно, не имеет смысла. Поэтому мы решили поступить немножко иначе. Мы используем для, еще тогда для работы с этими швами, мы пользуемся это унифлотом. Унифлот это такая шпаклевка, которая очень быстро схватывается. Через там 20-25 минут ее уже можно шлифовать. И мы сначала вот эту всю глубину забиваем унифлотом. Проходим его шпателем. И через 20 минут уже мы можем сразу наносить здесь бумажку на шитрах. И сегодня у нас уже этот шоу будет окончательно сделан. Значит, для самой работы по шоу нам понадобится вот как сама бумага и так шпателя различной ширины. При каждом последующем слое нам нужно переходить на следующего размера шпатель. И вот окончательно можно уже закончить, от 250 до 400 шпателя будет достаточно, чтобы провести финальное шпаклевание какого-то конкретного шва. Вот, как я и говорил, я развел некоторое количество унифлота. Я его забиваю в шов. Ну вот так, наверное, и достаточно такого промежутка. Теперь что нам нужно. Здесь вот имеется небольшой такой, за водом предусмотренная такая фаска, очень длинная. Нам все ее забивать не нужно, так как в этом месте еще должна у нас расположиться и бумага. Поэтому забиваем мы только самую глубину. Можно взять узкий шпатель, там, например, 5 сантиметров. И все убрать лишнее, чтобы только осталось только в канавке. Шпатель можно сделать, как я. Шпатель развернуть немножко на вскосую. И тут задний проход, можно сказать, убрать все излишки. Ну вот, все действия с этим швом, применяя унифлот, как бы закончены. Пока сейчас он схватится и подсохнет, мы пока перейдем в другое место. Ну и сейчас я покажу, как мы армируем внутренние углы. На эту стенку тоже сильно не обращайте внимания. Эта стенка еще у нас будет штукатуриться. И только после этого я буду клеить угол. Поэтому я покажу это на маленьком кусочке. Как я и сказал, что хоппер мы сюда не брали. Вместо хоппера мы будем использовать вот такой маленький гребенчатый шпатель. Он приблизительно оставляет такие же бороздки. Только его помыть гораздо легче. Чем хороши еще эти углы? Значит, что здесь не нужно для них делать никакую подготовку. Так как у них вот эта металлическая часть. И она в любом случае, как бы, шитрак к ней не прилипнет и все такое прочее. Она только будет армировать, как бы угол сам держать. Шитрак у нас будет на самой бумажке находиться. Поэтому вот там, если какие-то есть щели, то мы их в принципе не заделываем. А оставляем так, как есть. Там, если будет щель 3-4 миллиметра, это совсем не страшно. И ее предварительное заделывание не предусмотрено. Вот нам нужно легкими движениями сделать несколько мазков шитрака. Не обязательно это делать очень красиво. Вот так. Чем быстрее, тем лучше. Всю красоту сделает нам вот этот гребенчатый шпатель. Вот раз провели. Два провели. И вот мы видим, что теперь у нас шитрак нанесен в то место достаточно равномерно. И нету никаких практически пустых мест. Дальше сразу берем уголок. Прилажим его на свое место. Поправляем тут пару движений. И чтоб всем было видно. Шпателем выдавливаем оттуда излишки шитрака. Значит, мы все это сделали на маленьком таком отрезочке. Если уголок будет у нас трехметровый, то на шпатель лучше всего взять какое-то количество шитрака. И поэтому, когда будем мы вести по нему, сразу он разровняет эту бумажечку. И уже какой-то сверху небольшой слой еще и создаст. И отдельно шпаклевать его не нужно будет. Пару движений. И, собственно говоря, вот у нас уже угол как бы из-за армии. Теперь нужно только дождаться, пока он высохнет. Вот, взять шпатель большего размера. И еще раз прошпаклевать сам потом уголок. Вот, все заметили, что это как бы легко, просто и быстро. Здесь вот у нас есть наружний угол. Повторюсь, чем хороши эти углы, что не надо вот здесь делать никаких предварительных шпаглевок. Вот здесь, что у нас зашпаглевано, как бы, ну, она, конечно, не повредит, но необходимости в этом никакой нет. Просто какое-то количество унифлота оставалось, и вот намазали, чтобы его просто не выбрасывать. Я на этом участке не буду показывать, я покажу все-таки здесь, как, где и должно быть. Это немножко выше, чем бы мне хотелось, поэтому я воспользуюсь стремянкой. У меня тут такая гирлянда в руке. Как-то я привык все держать в одной руке. Все у меня тут между пальцев висит. Ну, оно мне абсолютно не мешает. Значит, чтобы не пхать в карманы, не мазать их. Значит, вот опять мы наносим какое-то количество шитрока произвольно на угол. Не надо его сильно разравнивать, ничего делать. Дальше проходим к ребёнку. И уже угол у нас полностью готов для установки. Вот я его вставлю. У кого есть ролик для наружных и внутренних углов, ну, им тоже можно воспользоваться. Ну, тут такая же ситуация, как и с хоппером. То есть, наружный... Ролик для наружных углов, он как бы... Его можно помыть там гораздо быстрее. А всё-таки для внутренних углов. Там тоже всякие там такие канавочки, колёсики внутри. Его мыть тоже очень долго. Поэтому, если всего лишь два-три угла, мы никогда их вообще не берём. Вот мы его поставили. Сориентировали по плоскости. Прижали с одной стороны. Вспомним, что можно положить немножко шитрока сюда. Вот я его прошёл. И точно так же и с этой стороны. Если мы шитрок здесь всё с под швов, вот в этом месте... Ну, не с под швов, а с под бумагой, я хотел сказать. Хорошо выдавили, то как бы... В этом месте уже там шитрока как бы нет большого количества. Самое высокое качество. Бумажка тут никаким образом не размокает, не увеличивается в размерах. Не происходит у них никаких складок. Поэтому... А тот, что вот шитрок вот здесь оказался под металлом, он никакого влияния на этот металл не может оказать и на бумагу. Поэтому здесь мы можем поступить следующим образом. Не ждать там какое-то большое время. Мы сразу наносим какое-то количество шитрока ещё сюда. Ведь он уже под бумагу никаким образом не зайдёт. И за одно движение мы его как бы излишко снимаем. И оставляем в таком положении его до полного высыхания. Здесь мы видим, что вот тут некоторые неровности. Есть ямочки, там вся такая чешуя всякая получилась. Не надо стараться это за один раз всё тут сравнять. А то можно до того доравняться, что бумагу на углах протереть до самого металла. Вот один раз прошли, этого вполне достаточно. Всё равно, что к наружному, что к внутреннему углу, что к швам нужно подходить ещё будет 2-3 раза. Поэтому всё будет выровнено потом. И вот теперь, когда прошло немногим более полчаса, мы видим, что унифлот у нас благополучно схватился, застыл, подсох. Нету никаких мокрых пятен. Вот он уже ничего не царапается. Вот так с поперёчка мы чуть-чуть проходим. Смотрим, чтобы не было явных никаких булгров. Шлифовать наждачками ничем тут не требуется. Может сразу наносить бумагу. Берём шифрок, заполняем канавку. Где-то вот так. Берём бумагу. Конечно, спору нет. Базылка есть базылка. Но когда вот такое количество, базуку не окопить никогда. Всё, вот она у нас. Бумажка уже находится. Мы её сориентировали вот выгнутым местом. Вовнутрь мы ставим, чтобы потом бугорочек не торчал. Придерживаем. И шитрак оттуда потихонечку весь выдавляем. На шпатель можно нанести вот немножко шитрака, чтобы он хорошо скользил. И вот когда у нас там осталось его минимальное количество. Тут уже следующий этап. Можно к следующему этапу перейти вот прям сразу. Так как там шитрака очень мало под низом остался. Он не будет как бы намокать и бумажку коробить. Сразу мы можем перекрыть его ещё один слой. Лишнее с краёк, что вышло на края вот тут некоторые бороздки. Сразу мы убираем. И оставляем его сохнуть. Больше с ним пока никакие действия производить не будем. И теперь нам нужно оставить наш этот небольшой участочек до того момента, как шитрак полностью высохнет. Только после этого мы можем приступить дальше к каким-то с ним действиям. Ну вот прошло ещё пару-тройку часов. И в итоге что тут нам осталось? Перед полностью шпаклеванием этой всей стены нам осталось только ещё раз вот широким шпателем пройти этот шов. И у нас этот участок уже будет полностью готов к сплошному шпаклеванию. Ну собственно это мы и сделаем сейчас. Попались кусочки. Прежде всего не застывшего материала. Поэтому тут возникли небольшие полосы. Поэтому тут возникли небольшие полосы. Можно уже остановиться. Здесь вот если какие-то ракенки у нас и остались. Они перекроются шитраком, когда мы будем шпаклевать всю стену. Ну и чтобы как бы закрепить то, что я вам тут всё показал. Значит, сейчас я переоденусь, чтобы тут свою парадную, так сказать, одежду не позаляпать. И в этой отдельной комнатке покажу, как это всё в реальности происходит с большими, с полноценными размерами уголков. Насколько это быстро происходит, можете это сами всё судить. Конечно, я немножко увеличу скорость самого ролика в этом промежутке. Ну, например, в два раза я увеличу. Включу вам музыку. Можете посмотреть, послушать музыку. Посмотреть, как это всё происходит. Как это в жизни, а не на маленьких участках. Ну, я переоделся, вот всё приготовил. Пойдёмте теперь покажу, как я это всё сделаю. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, вот так, собственно говоря, мы обошлись без хопера. А также мы обошлись без базуки. Без роликов для внутренних и наружных углов. Без всяких тут американских приспособлений. Не то, чтобы о них мы не знаем. У меня есть ролик, датируемый 1994 годом. Там показано, как в Америке мастера работают этими самыми базуками, всякими приспособлениями для заполнения, для оклейки бумаги, потом для шпаклевания швов, ролики, прикатки, механическое шпаклевание стен. У нас как бы краевой центр, но по инструменту, по запросам клиентов, по работе глубинка еще та. Поэтому по-прежнему у нас процветает, так сказать, шпательная технология. Ну, в общем, это и все, что я хотел показать. В конце хотел добавить, что, несмотря на отсутствие жизненно важных инструментов, все-таки можно как-то применить новые технологии, воспользоваться новыми армирующими элементами. показал, как их можно применить, как обойтись без всяких дополнительных приспособлений. Ну, в общем-то и все. Кому понравилось, ставьте палец вверх. До новых встреч. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok